Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОССИМ. Более 100 вкусов мороженого на фабрике «Артика» – единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскую-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем здравствуйте и всем доброго-предоброго утра на часах 10.07. Сегодня воскресенье, 25 июня. И в этот момент начинается детская познавательная программа «Открывашка». Я напомню, что мы выходим каждое-каждое воскресенье. Каждый раз у нас какая-то интересная тема, интересные гости. И, как обычно, у нас сегодня много-много призов, которые вы можете выиграть. Мы будем задавать вопросы по ходу программы. Вы будете нам звонить 211-101 и в случае правильного ответа получите. Чуть позже список призов мы озвучим. Да, меня зовут Владимир Сметанин и ведем «Открывашку». Мы сегодня вместе с Мишей Голиковым. Миша, доброе утро. И Сашей Копылевич. Привет. Саша меня, конечно, удивил своим внешним видом, а именно своей левой рукой. Я ее сломал немного, совсем немного. При каких таких обстоятельствах, Саша? Я сходил на святой источник. И? Там была палка. Ты что, обязательно было руку ломать? Ну, я взял палку и хотел запихать ее в дырку за святым источником. О, Господи. В общем, любознательность тебя подвела немножко, да? Да, там просто... Больно было? Вот сейчас болит? Нет. Нет? Хорошо, давай не будем на этом зацикливаться. Я желаю тебе хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления, ладно? Говорят, у детей намного быстрее все заживает. Да. Но меня нет. Миша, как у тебя дела? Ты никуда не попадал ни в какие-то нехорошие истории в последнее время? Нет, все хорошо. Все хорошо. Только за зайцем на огороде бегал. За зайцем? Да. В огороде заяц, козел, он всю капусту съел. Заяц дикий или, может, у кого-то кролик сбежал? Дикий. Дикий? Да, из леса. И как успехи? Он сквозь дырку в забор убежал. Понятно. А я нет. Как ваши каникулы, хочу спросить еще? Офигенно. Офигенно? Насчет палки. Я знаю, теперь в какую дырку надо было ее пихать в заборе. Чем занимаетесь на каникулах? На каникулах? На огород ездим. Как время проводится? На огород? Что там? Какие дела там на огороде сейчас? Поливаем. А, поливаю. Сено косим летом. Дожди ведь. Дожди. Вроде само собой поливает. А сено для кого косите? Сено, чтобы трава не было. А, понятно. Саша, как твои дни каникулярные проходят? Никак. Никак? Ты целыми днями спишь? Руки ломаешь? Нет. Я лежу на новом диване и ем. И ешь? То целыми днями, 24 часа в сутки? Нет. Может, планы какие-то на ближайшее время? Что-то такое интересное устроить? Мы пойдем в лагерь с 7 по 17 августа. Июля. А, августа. И в лагере будете заниматься общественно полезной работой? Нет. Насколько я понимаю? Если бы лагерь был по общественно полезной работе, я бы туда не пошел. Ну, вы уж простите, организаторов программы «Открывашка», но мы с вами сегодня возвращаемся в школу. Всего лишь на один час. А, я думал, вы про то, что меня обделили наушниками, ну ладно. Мы сегодня возвращаемся в школу ненадолго. Я думаю, что вам будет интересно и нашим слушателям, ребятам и взрослым тоже будем интересны. Но в школу не обычную вообще образовательную. А музыкальную. А музыкальную школу. А вернее, школу современной музыки «Практический метод радиотекилобэнд». Радиотекилобэнд, я поясню, это известная в Кирове команда, группа. И сегодня как раз у нас директор, во-первых, этой школы, школу современной музыки «Практический метод радиотекилобэнд». Олег Шабалин. Олег, доброе утро. Доброе утро. Преподаватель школы Анна Шамуранова. Здравствуйте. Да, здрасте. И ученики школы. Вы сегодня с учениками пришли. Доброе утро. Полина Прилукова и Данил Бодров. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Отлично. Отлично. Замечательно. Вы с инструментами у нас сегодня находитесь. Вот Олег сейчас с гитарой. Давайте мы всем сейчас докажем, что мы попали все-таки в школу современной музыки. Поднимем и себе настроение, и нашим слушателям хорошей зажигательной композиции. Да? Ну что, поехали? Зажигательной, давайте. Зажигательной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Данила и Анна сейчас вокалом были заняты, Полина у нас на клавишах и Олег Шабалин, собственно, за гитарой. Вот, Миш, ты ведь в музыкальной школе учишься. Да, в четвертом классе. Да, у тебя духовые и фортепиано. Оцени уже, как профессионал, что ты сейчас услышал. Как тебе? Хорошим. Хорошо? Да. Мне кажется, что духовые и фортепиано никак не относятся к гитаре. Гитаря? Нет, ну почему? Гитара – это струна. Это получается, что ты умеешь играть на фортепиано, то ты можешь взять гитару и наиграть, что хочешь. Нет. Нет, ну все-таки учиться. Ладно, мы сейчас обо всем подробно поговорим. Саша, у тебя как дела с музыкой? Ты музыкальную школу не посещаешь, да? Нет, я слушаю музыку. Мне нравится слушать музыку, но у меня свои предпочтения в музыке. А какие у тебя предпочтения в музыке? Вам точно это хочется услышать? Ну, а почему бы и нет? Ну, это что, классическая музыка? Нет. Ну, джаз, блюз, не знаю. Рэп. Рэп? У меня тоже. Ну, если удастся, сегодня мы про рэп тоже поговорим. Хорошо. Так, давайте, у нас время очень бежит. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Кто будет задавать первый вопрос? Давай, Саша, задавай первый вопрос. И Миша озвучит список призов, которые у нас есть. В каком году была основана группа Hollywood Undead? Ну, что я могу сказать? Идите в интернет, смотрите, в поисковик. Еще раз повторю вопрос. В каком году была основана группа Hollywood Undead? Я не знаю. А что за группа? Это как раз хохо-группа? Это рок-группа. Рок-группа. Хорошо, сейчас Миша озвучит список призов, которые есть у нас. Сегодня у нас в копилке есть книги. Слово о полку Игореве, 12 с плюсом. Антуан де Сент-Экзепери, Маленький принц. Энциклопедия древней цивилизации. Энциклопедия кем быть, о профессиях. Энциклопедия акулы. И еще у нас есть приглашение. Приглашение на двоих в КТ-кафе Зуки. Приглашение на экскурсию с мастер-классом в музее истории мороженого Арктика. Приглашение на спектакль Маугли в театре на Спасской, 26 июня. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Итого, я вижу, у нас сегодня 10 призов. На открывашку, в общем-то, приличная такая цифра. Звоните, 211-101. Еще раз напоминаем наш вопрос. В каком году была основана группа Hollywood and Dad. Отлично, ждем. А, уже есть звонок. Миша, давай, приветствую нашего слушателя или слушательницу. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лето. Сколько тебе лет? Восемь. Где ты учишься? В Петербургском лице. Ага. И какой ответ на этот вопрос? В 2005-м летом. Саша, правильно, 2005-й? Летом, да. Летом, да? И, насколько я понимаю, дозвонившиеся тебе не безразличные, не знакомые, да, барышня? Это знакомые. Она там стоит. А, понятно, сестренка, в общем. Ладно. Что ты хочешь, Свет, получить? Нам сказали, не повезти. Да, что ты хочешь получить? Полов. Что? А что есть? Полов. Да много у нас еще есть. Зоки. Давай, мы не будем отвлекаться на перечисление еще раз наших призов. Просто мы тебе передаем сейчас нашей помощнице. Она тебе весь список сейчас озвучит, а мы будем дальше беседовать. Олег, да, Олег. Собственно, расскажите о своей школе. Что она собой представляет? Кого вы учите? Чему вы учите? Ну, вообще, на самом деле, я когда учился в музыкальной школе, я очень не любил туда ходить. По какому классу учились? Я учился по классу фортепиано, аккордеон был лайка, хон. В общем, у меня был полный набор мною нелюбимых инструментов, причем до сих пор. И школа появилась как идея, скажем так, другого подхода. То есть, исходя из музыкальных предпочтений людей, мы стараемся подбирать композиции именно те, которые интересны людям, а не те, которые, там, с 85-го года, там, остаются в музыкальных школах. Интересны людям, то есть, современный какой-то музыкальный материал? Да, конечно. Популярная музыка, рок-музыка? Да, я бы не сказал, что это ограничено каким-то стилем, там, роком или хип-хопом и так далее. Мы учим так, чтобы вы могли сыграть все, что угодно. То есть, основная задача. А вообще, сама школа появилась очень смешно. То есть, у меня была когда-то репетиционная, причем репетиционная в гараже. Ну, да, распространенная история. Распространенная история в свое время. И мы, когда с ребятами репетировали, начали стекаться люди просто с разных домов соседних. Просто заходили люди, спрашивали, Ворли, а как ты это делаешь, как это делаешь? Они на звук шли? Они шли на звук, потому что мы были очень громкие, мы там репетировали у нас, там, альтернатива была такая достаточно забористая. А как я иду на запах в кухню? Ну, да, то есть, а люди шли на музыку, людям было интересно. То есть, люди привыкли к тому, что музыкальная школа – это вот иди. Вот, как бы, почему ты ходишь в музыкальную школу? Меня родители заставили. Вот, это самое распространенное. У нас друзья приводят друзей. То есть, у нас образуются команды. Наши ребята, вот, у Дани сегодня концерт в конструктик практик. То есть, у нас много концертирующих ребят. Ребята, которые, как бы, связаны интересом к музыке, а не безаловкой. Ну, я тут хочу задать риторический вопрос, который очень давно стоит, и хочется услышать ваше мнение. И все-таки, вот, для занятия, тем, собственно, чем вы заняты, все-таки музыкальное образование нужно классическое. Вот рок-музыкант тут все-таки должен пройти музыкальную школу и пилить, там, не знаю, на скрипке, на фортепиано классические произведения разучивать. Ну, а потом уже… Дегитарь? Да. Скажем так, сейчас есть много альтернативных способов, да, то есть, в свое время, когда мне потребовалось больше знаний теоретических, мне хотелось развиваться к гитаристу. Я ездил по другим городам, брал уроки, там, Москва, Питер, зарубежье ближе. Даже интернета не было еще, сейчас все можно найти в виде уроке. Можно, но я не приветствую уроки в скайпе по причине того, что я не могу видеть руки, я не смогу поставить человеку руки по скайпу, мне нужно видеть, потому что… А если видишь, что неправильно стоят, не сможешь ударить по скайпу, да? Ну, и это тоже, куда без этого, то есть, мне интереснее было, я брал уроки у музыкантов, которые мне были интересны, именно музыкантов, я выцарапал у них сведения какие-то интересующие меня. Большая часть из них не было педагогами, не были хорошими музыкантами, вот, и как бы наше обучение, вот мы строим по принципу, вот, я гитарист, радио-текилобэнд, да, то есть, чтобы быть гитаристом, скажем так, серьезной команды, что нужно, да, то есть, и есть определенный список умений, у музыкантов это называется чек-лист, вот, список требований среди, такой же, как у радиоведущих, например, да, вот, и мы строим по принципу передачи, этих навыков, то есть, то, что может потребоваться. Сколько времени это занимает? Скажем так, базово, гитарой, то есть, например, человека, который вообще никогда не брал в руки инструмент, но у него оформившись... С нуля. С нуля, вот, у него оформившись желание, он готов заниматься серьезно, вот у меня рекорд был недавний, парень освоил до уровня, вот, в интернете аккорды, вот, и... Олег показывает текст, собственно, и аккорды, аккорды, да, то есть, саккомпанировать себе, у меня парень, в принципе, освоил это за два месяца. Ух ты, а сколько лет парень? Так, парень, меня годик, наверное, так, 24, наверное. То есть, за 20 уже лет он решил все-таки взяться за гитару? Я больше скажу, у нас есть люди, которым, там, по 40 лет, то есть, у нас ходят бизнесмены, вот, люди, у нас, как бы, ходят люди, которых... Музыка, это была мечта, вот, меня вот на гитару в музыкалку не взяли, сказали, пальцы короткие. Вот, отправили на аккордеон. Играй на аккордеоне, да. Да, да. Вот, поэтому для многих это мечта детства. 211-101, я еще раз напомню номер нашего телефона, и да, кстати, эхокирова.ру, наш сайт, заходите, там есть видеотрансляция нашего эфира. Видите, как нам тут весело, мы веселимся прям. И увидим левую руку Саши Крупулевича в гипсе. Заходите. 211-101, Миша, я предлагаю тебе задать следующий вопрос. Можешь взялись в компьютер, порисовать через камеру. Давай. Какого цвета была подводная лодка в песне «Битлз»? И, соответственно, песня такая есть, да? Да. Там, прям, вот, она так называется. Да. Хорошо. Она была малиновая. 211-101, одна из известных композиций команды «Битлз», какого цвета лодка, звоните. 211-101, у нас много призов. Так, дальше продолжаем нашу беседу. Кстати, вот вы, Даниил, вы, Полина, как долго занимаетесь? Три года. Три года уже занимаетесь? Вы с нуля тоже пришли, Полин? У меня несколько иная ситуация. Я занималась музыкалкой давно, 8 лет, я играла на клавишах и на фрейке. То есть полноценно весь курс музыкальной школы прошли? Да, у меня хватило терпения. И в школу коллегу я пришла заниматься именно на гитаре. На гитаре я занималась примерно. Но вам почему-то сегодня дали снова клавиши. Где-то после, не знаю, три недели, может быть, месяц занятий, но Олег знал, что я играю на клавишах, он пригласил меня в группу, и с тех пор, как коллектив, мы работаем вместе уже три года. Три года уже. Вы активно выступаете, да, я знаю, не только у нас в городе? Ну, мы ездим, да, скажем так, у нас достаточно плотный концертный график. И выступали и в других городах, и на других мероприятиях, в соседних регионах. Ну, клубы Кировские, по-моему, почти все прошли крупные. А, кстати, я вот замечаю какой-то в последнее время всплеск интереса, собственно, к каверам именно. Да, очень многих людей это привлекает. Во многих клубах это можно найти. С чем это связано? Люди как-то уже менее внимательно относятся к тому, что их менее привлекает то, что вот можно просто нажать, там, кнопку «Куда» послушать какую-то песню, какую-то исполнительную, а тут вот в живом исполнении с чем связывается? Я думаю, что в первую очередь развитие кавер-команд заключается в том, что это живая энергетика. Саша, Миша, извините, кавер-команда вам понятно, о чем речь? Да. Саша, ну, то есть группа, которая исполняет, ну, известные композиции, да, там, написанные, созданные другими, известными музыкантами. Иногда, причем кавер-команды исполняют в своих версиях песни, иногда в версиях, приближенных к оригиналу. Вот. Ну, как бы полностью точную копию повторить в любом случае не получится, потому что это другие люди, другие музыканты, другое мышление. Но она должна быть узнаваемой. То есть должна быть узнаваемая мелодия, композиции. И, в первую очередь, то есть люди хотят слышать именно то, что им нравится слушать, да, то есть на нас много ходит людей, которые любят танцевать. То есть мы специализируемся на танцевальном музыке. И репертуар у вас, соответственно, да, такой, чтобы люди встряхнулись, Если быть честным, у нас репертуар жуткий мультиформат, потому что мы работаем на данный момент с тремя вокалистами. Это Наталья Павлодская, это Алена Бутурина и Саша Бушмакин. У нас три проекта и, как бы, суммарное количество песен, которые мы исполняем, ну, наверное, треков 600. Ну, что так себе наборчик нормальный? Это не считая, как бы, трибютов, которых мы делаем на артистов. То есть мы делали уже на Земфиру, вот тут скоро будет на Зверей. То есть концертная программа полностью состоит из композиции, да? Да, причем максимально близко к оригиналу. И в августе мы планируем в ресторане Гауди очень грандиозный проект для нас, то есть очень серьезный. Это трибют на Майкла Джекса. Здорово. Так, сейчас мы пообщаемся, да, у нас есть звонок? Влад, да, я звукорежиссера спрашиваю. Саша, не скучай, привет. Привет, я не слышу тебя, у меня нет наушников. Миша, дай наушники. Здравствуйте. Хорошо, тогда, нет, Миш, можешь дать Саше наушники? Или ты пообщаешься? Ладно, пусть Миша общается. Давай, Миша пообщается, Саша сегодня у нас без наушников. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Рита. Сколько тебе лет? Тринадцать. Где ты учишься? Семидесятой школы. Ты купишь у меня наушники? Этот вопрос потом, после программы обсудим. И какой ответ на вопрос? Желтая была. Правильно. Рита, можешь напеть? Напеть? Нет, не могу. Давайте вместе. Я желтая подлодка, я не умею петь. Рита, ты уже определилась с тем, что ты хочешь получить? Да. Да, что? Книгу про профессию. Книги по профессии. Есть у нас такая книжка? Есть? Отлично. Все, не клади трубку. Наши доктор тебе подскажет, как, собственно, заполучить. Так, ребята, музыканты, вы готовы исполнить еще композицию, да? Давайте будем поднастраиваться. Так, Олег на гриф крепит скоподастер. Неужели листья одна зарастают прозрачной водой? У воды нет ни смерти, ни дна, я прощаюсь с тобой. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Даня, скажи правильное название песни. С моим английским лучше молчать. Кто написал песню «Knocking on Heaven's Door»? Ага. Та композиция, которую мы исполняли, именно первой. Первой? Да. Автор этой композиции? Да. Ну, я думаю, намекните, известные это люди. Очень-очень известный человек. Это легендарный человек. 211-101, ждем ваших звонков. Давай еще раз, Саша. Ой, вы прости, Миша, повторим, что у нас есть. У нас только еще два приза. Разыгранные, что осталось? Напомню. А что выбрал? Напоминаю. Слушайте. А, мы не знаем. Ну, ладно, хорошо, напомни все разом. Слово о полку Игореве. Это книжки все, книжки. Да. Антуанто Сент-Экзупери, «Маленький принц». Угу. Энциклопедия древней цивилизации. Угу. Энциклопедия акулы. Приглашение на двоих в кафе «Зуки». А вот «Зуки» можешь вычеркнуть. «Зуки» забрали у нас. Так. Так. Угу. Дальше. Приглашение на экскурсию с мастер-классом в музее истории мороженого Арктика. Угу. Приглашение на спектакль «Магули» в театре с Паской 26 июня. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Отлично. 211-101. Еще много у нас призов. Еще раз напомним вопрос, который мы озвучили. Автор композиции? Песни «Накинон Хэвэнс Дор». Ага. Которая звучала в самом начале нашей программы «Открывашка». Так, продолжаем. Вот считается, что профессия рок-музыканта, ну, это вот такой свободный образ жизни, туда-сюда, там, стою, когда хочу. Вот опишите, пожалуйста, что в вашем понимании рок-музыкант? Нет. Во-первых, нет, есть, конечно, больше на Западе тенденция разделять музыкантов на стили. То есть в большинстве своем российские музыканты – это все-таки мультиформат. То есть это в первую очередь музыкант, а во-вторую уже какая-то стилистика. Потому что, ну, допустим, в Москве один и тот же состав музыкантов может работать и с кем-то из рокеров подыгрывать, да, а потом может работать с поп-вокалистом. Так называемые сессионные музыканты, да? Да, то есть эта практика очень распространенная. А вот на Западе как раз уже идет именно градация по стилям и так далее. То есть там люди развиваются. Если ты рок-гитарист, ты работаешь именно с рок-коллективами, ездишь на студию на сессионные сессии именно по року, обучаешь именно року. Вот такой формат. Если брать профессию о том, что встаю, когда хочу – нет. То есть любому музыканту нужно поддерживать себя в форме, а это, ну, бывает, что и по 6 часов репетируем. Это не говоря о том, что ты как бы сам еще по себе постоянно занимаешься, не считая даже уроков с людьми. То есть как бы получается, что, ну, там часов 10 в день может уходить. То есть это когда ты конкретно занимаешься, конкретно у тебя там такие далеко идущие планы, ты хочешь поддерживать себя на уровне. Приходится много заниматься, приходится достаточно держать себя в жестких условиях. Миш, ты у тебя, сколько по времени длятся твои занятия в музыкальной школе или дома, когда домашнее задание, да? Дома, когда домашнее задание, где? По 8, по 10 часов. Длятся, нет? Нет. Нет, не длятся. Дома я очень мало занимаюсь. Очень мало? Да. И этого хватает? Да. А в музыкальной школе у меня общая загрузка – это примерно 8 часов в неделю. Загружаешься. А на гитаре есть желание научиться, кстати, играть, Миш? На гитаре? Да. Или Саша, когда рука заживет. На гитаре. Попробовать. Нет. Нет, почему? Лень. Лень? А что не лень? Что не лень? На басу. На басу, да. Нет, но у меня есть хорошая идея. Я если возьму пианино, играть просто на нем, то у меня получилось так, я тыкаю на рандомные клавиши, а получается композиция. Вот можно так сделать целый альбом и получать деньги. И это будут слушать? Скорее всего. Не уверена. Наш сестре понравилось. Сестре понравилось. Она год ходила в музыкал. Ты потом принесешь, ладно, в следующий раз? Послушаем, что там получилось. Платина, диск. У нас что-то нет звонков, видимо, сложный очень вопрос. Может, подскажем как-то? Может, какие-то ассоциации с этим человеком? Ассоциации с этим человеком? Да. Самый известный исполнитель фолка в Штатах. В Штатах? Ага. Ну, ребят, взрослые, давайте уже в интернет. Мы еще можем показать. Известный фолк, исполнитель в Соединенных Штатах. А трансляция-то видео идет? Да, идет. Вот мы такие хитрые можем показать. Тем, кто смотрит именно видеотрансляцию, мы можем показать. Да. Вот как раз сейчас в камеру. Да-да-да-да. Вот оно. Только с вас 5 рублей. 211-101. Хорошо, у нас обычно такое случается, когда вопрос остается без ответа, и мы уже задаем следующий вопрос. Саша, с тебя следующий вопрос. А, в каком году вышла песня Bon Jovo «It's my life»? It's my life. Вот это, да? Да. Ага, в каком году? Еще один вопрос, пожалуйста, 211-101. Призов у нас много. Кстати, готовясь к программе, я пытался найти, откуда же взялась вот такая штука для рок-музыкантов характерная и для поклонников рок-музыки, как коза. Вы знаете, что такое коза? Это животное, которое жует траву. Понятно, что... И грызет капусту мишек. А что еще может быть козой? Вот любой человек, сейчас сидящий в студии и слушающий нас, может сделать козу. Ты знаешь, что такое сделать козу? Нет. Если я предположу варианты, то будет как-то не очень. Ну вот смотрите, я вот сейчас протягиваю руку правую чуть-чуть вперед и делаю вот так вот. А, это коза? Вот это называется на сленге специальном «коза». Я прав? Откуда вообще взялась коза? Абсолютно. Я нашел информацию о том, что это еще... Я что, на клуб показываю? ...из глубин веков, откуда эта штука пришла, а популяризовал уже этот жест, как написано в той же Википедии, там, «Black Seven». Вполне вероятно. Вот с этого все пошло. У вас часто поклонники там слушателей козу показывают или вы как-то? Нет, ну бывает, почему нет. Вот. Но я, честно говоря, не вдавался в историю козы. Нет, ну интересно же, а с чего вот именно этот жест, да? Ну, считалось, я слышал вот такую версию когда-то давно о том, что это такая передача энергетики, что ли. И говорят о том, что на рок-концертах музыкантам на сцену попадает дикое количество энергетики за счет такой вот условной передачи. Вот. Интересно. Я слышал вот такую версию. Вполне вероятно, как бы с учетом того, что я думаю, что этот жест изначально имел какое-то значение там в религии или оккультизме каком-нибудь. А вам показывали живую козу? Ну да. Живая коза, знаете, как это? Да. Я думаю, все мы знаем, да. Вот я уже перешел к атрибутам, к атрибутике, да, в которой живет там рок-музыкант. Что это? Что обязательно? Какие? Ну, считается, что, не знаю, там, перстни какие-то должны присутствовать на пальцах. Обязательно длинные волосы. Смотрю сейчас на Полину прямо. И перстни есть. И длинные волосы. Ну, она же девочка, да. Да. Ну, что обязательно должно присутствовать? Откуда это все вообще взялось? Ну, в любом случае, то есть, есть такое понятие у музыкантов, как мерч, да, то есть, это любая сувенирка с использованием логотипа продукции. Вот у нас тут лежит футболка Scorpion с Данина, Slipknot, 30 seconds to Mars, по-моему, да? Да. То есть, это, скажем так, причиндалы, которые идут больше для поклонников. Вот. Если говорить об образе рок-музыкантов, то это кожа, да, это, скажем... Неизменно, да? Это неизменно. На протяжении многих лет уже, да. Скажем так, длинные волосы, что там, перстни, но это все зависит от стиля. То есть, там... Было дело. Хард-рокеры, да. Даня раньше ходил с длинными волосами, я там в его возрасте тоже ходил с такими волосами. Аня еще помнит эти времена. Вот. Скажем так, в зависимости от стиля, то есть, у каждого стиля какие-то свои нюансы. То есть, есть Ozzy Osborne, которого визуально смотришь, и сложно с чем-то перепутать. Против этого можно поставить вокалиста ACDC в его неизменной жилетке. Вот. Ну, то есть, как бы у каждого свои фишки. То есть, рок-музыкант не может быть там с хорошей модной прической, после маникюра, что-то такое вот. Нет, он обязательно должен быть таким вот брутальным. Да нет, мне кажется, не обязательно. Не обязательно. Потому что у рок сейчас под видом... Поп-рок это тоже сейчас рок в какой-то мере. Посмотреть на братьев Грима недостаточно ухоженные ребята. И Magic Dragons тоже. Да, кстати. Да. У нас есть звонок? Умажаем Magic Dragons. Да, у нас есть звонок? Есть? Нету звонка? Так, давайте еще раз повторим тогда наши вопросы. А, позвонил отключил. Два вопроса у нас, два вопроса. Во-первых, Саша Капулеев ждал вопросы. В каком году вышла песня Is My Life Bon Jovo? Ну, давай, дай три варианта ответа. Или два даже. Вот три варианта ответа. 2005-й, 2010-й, 2000-й. 2000-й, 2005-й или 2010-й. А можно вызвать на помощь человека, который знает все ответы? Это кто? Сестра, приходи. Сестра, нет. Давай мы все-таки тут без сестры пока обойдемся. И может быть тоже парочку вариантов дадите. Ну, что-то не звонят нам. Задумались наши слушатели. 211-101. Взрослые, помогайте ребятам. Я уверен, что среди вас очень много поклонников такой рок-музыки. И вы знаете правильные ответы. Можно коварно сказать, что... Ну, пускай первый вариант будет Эрик Лэптон. Второй, например, Боб Дилан. А третий, например, Боб Марли. Вот так вот. Вот так вот все коварно. Боб Дилан, Эрик Лэптон или Боб Марли. Автор композиции, которая звучала у нас в самом начале сегодняшней открылась. Нам покажут козу, это значит, что у нас звонок. Козу, заходи коза. Миш, давай приветствую слушателю. Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Маша. Сколько тебе лет? Мне 12. Где ты учишься? В Великой Монтарной гимназии. И ответ на вопрос? Ответ на вопрос 2000 год. По-моему, правильный ответ. Саша, да? Да, 2000 год. Но это уже не моя сестра. В 2000 году появилась та самая знаменитая композиция «Бон и Джои» и «It's my life». Так, ты определилась с тем, что ты хочешь получить в качестве приза? Нет. Нет, хорошо. Тогда мы тебя передаем нашей помощнице. Пообщайся с ней, пожалуйста, не клади трубку. Она тебе сейчас озвучит то, что у нас есть. И мы будем дальше продолжать, собственно, наше общение. И еще раз напоминаем. Давайте вопрос напомним. Автор композиции. Еще варианты ответа. Эри Клэптон, Боб Марли и Боб Дилан. 211 призов у нас еще очень много. Продолжаем. Так, у вас есть вопросы нашим гостям? Да. У меня-то есть. Я могу бесконечно задавать. Давай, задавай. В каком году начал существование русский рок? Русский рок? Да. Сейчас мы, наверное, уйдем в такие дебри. Что такое русский рок? Есть ли он вообще русский рок? Есть. Есть. Старички русского рока. Вот вашу позицию тоже хотелось бы услышать. Просто многие негативно относятся, я знаю. К чему? К русскому року? Да, предпочитают все-таки на английском там что-то исполнять, чтобы все корни там, на западе. И вот лучше уж что-то не мешать с нашим. Нет, ну... Ну, русский рок это такой достаточно сильный мультиформат, потому что если мы возьмем хард-рок, там все понятно, да, то есть там какой-то... Угу. Там какой-то риф идет, там грубый вокал и так далее. Русский рок это, пожалуйста, это ДДТ, да. То есть у них свой формат. Возьмем Земфиру. Там вообще такой мультиформат. У них есть и латино, у них есть панк-рок, у них есть что-то похожее на ДДТ, но с вокалом, конечно, Земфира. Вот. Вспомним там ночных снайперов, у них там какой-то почти арт-рок. Вспоминаем зоопарк, это рок-н-ролл. То есть русский рок это в первую очередь, наверное, смысловая нагрузка в текстах, понятно. Русскому человеку. И русские люди. Да, ну. Кстати, насчет русских людей вообще не обязательно. Последний тур Земфира провела с британскими музыкантами. Вот. То есть они играли непосредственно, она вокалистка. Да, то есть весь последний тур Земфира был именно с британскими музыкантами. Она меняла состав. Вот. И практика, когда в русские коллективы русского рока приезжают иностранные музыканты, она в принципе не редкость. Давайте сейчас все-таки еще о школе современной музыки вашей поговорим. С какого возраста вообще можно к вам попасть? Ну, на данный момент на барабанах у нас учится девочка 6 лет. 6 лет девочке? Да, 6 лет девочке. Что сподвигло? Родители привели? Нет. Сама пришла? Это, в общем, выглядело следующим образом. Очень позитивная девочка, очень классные родители, которые готовы идти навстречу ребенку. Ребенок просто взял за руку папу, сказал, папа, папа, я хочу на барабаны. Вот жить не могу, хочу на барабаны. Сейчас ходит, а Виталик у меня всегда будет занятия вести. Виталик это преподаватель барабанщика. Да, то есть ей нравится, это интересно, да. То есть, ну, поиграть на настоящей живой установке. А где у вас находится школа? Вот, вот так вот оно все и начинается. А можно в интернете найти, собственно, всю эту информацию, да, набирайте просто школу современной музыки, практически метод радио Тукилла Бэнт, и обязательно найдете. Ну, вот барабаны, наверное, один из самых накладных таких инструментов, потому что хорошая барабанная установка, она дорого стоит, собственно, для себя, для себя, для дома, чтобы репетировать. Нет, на самом деле есть много альтернатив. Во-первых, первая альтернатива у нас в классах, можно приходить заниматься бесплатно, просто вот там отрабатывать что-то и так далее, потому что акустическую установку заиметь дома, это проблематично. Вот, можно ходить заниматься у нас, приходить тренироваться и так далее. Вот, что касаемо дороговизны инструментов, хорошая гитара тоже стоит. Это фендер сейчас показывает. Это японский кастомный фендер, ну, стоимость примерно в районе сотки. Вот, под столом процессор тоже в районе сотки. То есть, хорошее оборудование, в принципе, в любой среде стоит очень хорошо. А, кстати, музыканты обращают на самом деле на это внимание? Вот, там, пришел, что-то у тебя какой-то дешевенький инструмент. Да ладно, дешевенький, он звучит нормально. Вот, на цену профессиональные музыканты обращают внимание. Обращают, да? Ну, есть кто обращает, есть кто смотрит. Именно, как бы, функционал, если брать именно вопрос оборудования конкретно. Просто в интернете можно найти массу сравнений, да, вот, смотрите, там, штука за безумные бабки, и вот это подешевле, но звучит не хуже, например. Ну, на самом деле, таких чудес не бывает. Вопрос в том, как бы, насколько вы можете исследовать тот или иной инструмент. То есть, например, более дешевые инструменты могут, в принципе, звучать в домашних условиях, но можно намучиться с ними в условиях концерта, а на студию тебе просто, ты придешь с инструментом такого бюджетного уровня, тебе скажут, чувак, извини, но давай где-нибудь другой инструмент возьмем, потому что, ну, невозможно писать на это. Поэтому, как бы, чудес не бывают, за все приходится платить. Так, продолжим разговор об инструментах чуть позже. Есть, да, у нас звонок, Саша? А, наушники. А, ты без наушников. Мне обещали дать наушники. Ну, вот извини, не получилось. Миша, давай. Миша, дай наушники, Саша. Пусть он вообще пообщается. Все. Что-то грустно и сидит со сломанной рукой. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Как тебя зовут? Люба. Сколько тебе лет? Тринадцать. Ну и хорошо. Люба, ну ты уж точно должна знать ответ на этот вопрос. Там три варианта у нас было. Давай. Не было. Были? Были три варианта-то? Да. А на какой вопрос ты хочешь ответить? Первое, ну, ой, когда появился русский рок. Давай. Давай. А мы задавали что-то этот вопрос? Да, я задавала. Я задумал мы это, чтобы обсудить тут, а мы оказывается слушались. Да, что у меня нет руки не значит, что меня нет. Ну, хорошо. Давай, слушаем твой ответ. Русский рок появился в первой половине 1960-х годов. Правильно. То есть до 65-го? Да. Если первая половина 1960-х. Да, да, да. А там дополнительный вопрос. А с какими, с чьими именами связано русский рок? Даже не знаю. Я тоже не знаю. А вы знаете? И я что-то сейчас затроняюсь. Мне кажется, это времена Майка Науменко за парк. Майка Науменко. Вполне. А может быть они чуть не попозже, они все-таки 87-е. Что-то с уровня, наверное, воскресенья еще вот такого 60-е или что-то такое. Ну, возможно. Да, кстати. Да, ладно. Что ты хочешь получить? Я еще не определилась. Хорошо, хорошо. Тогда, пожалуйста, не клади трубку, пообщайся с нашим помощницей. Она тебе список призов озвучит. Хотелось бы еще одну композицию услышать. Вы готовы? Так немножко настраивайтесь. Да. Ну, конечно, я услышу клавиши. Договорились мы. Договорились о том, что у нас сегодня три композиции будет исполнено. Радио Текила Бэнд. У нас остается еще немножко времени. Или мы вопрос зададим? Нет, давайте лучше сыграем. Послушаем. Хорошо, давайте. Послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Недороги свой смертный час, она сказала мне. Там высоко нет никого, там так же одиноко, как и здесь. Там высоко нет облаков, покажи много лет назад звезде. Можно здесь тоже задать вопрос, очень мне хочется спросить. Так, легкий, простой вопрос, 211-101. Владимир просто сейчас смотрел на то, как играет Олег. Скажите, пожалуйста, дозвонитесь и скажите, как называется штучка, такая пластиночка, которую использует гитарист при игре, при игре, собственно. Вот этой пластиночкой трогает струны, как-то их так поддевает. И как называется эта пластиночка? 211-101. Продолжаем про инструменты, еще разговор. Вот хотелось бы услышать ваш конкретный совет, человек хочет научиться играть на гитаре. С какого инструмента ему начинать, чтобы посоветовали? Самое главное начинать с инструмента того, который тебе хочется. Хочется? Да, причем хочется не твоим родителям, а хочется конкретно тебе. Потому что нету ничего невозможного, нет таких, скажем так. Я вообще очень мало верю в слово таланта, оно, скажем так, достигается большой работой. Но на уровне АЗОВ можно освоить любое направление, вопрос в том, какое желание у человека. Если есть желание, можно достичь чего угодно. А вот Полина сегодня на клавишах. Может быть совет какой-то по клавишам? Синтезатор. Да. Какой приобрести? Какой? Фирмы синтезатор? Не, 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 не какой фирмы. А нужно ли там, например, супердорогой сразу покупать с кучей функций каких-то? Если ты не запутаешься. Банков, звуков. Да нет, в принципе, на самом деле, для обучения лучше подходит электропиано. Его удобно держать дома. Там не очень много фортепиано. Размерная клавиатура фортепиано. Да, то есть именно привыкать к тяжелым клавишам потом, в принципе, можно овладеть любым инструментом. У нас есть звонок. Саша, ты в наушниках? Да, я в наушниках, наконец-то. Давай, Миша без наушников. Давай, приветствуй. Привет! Здравствуйте. Как тебя живут? Настя. Как дела? Хорошо. Сколько тебе лет? Мне 11. Почему дела хорошо? Ты хочешь? Не знаю. Ну, мы слышим, настроение хорошее у тебя, Настя. Ладно, если есть позитив, то он будет. Да, нормально. На какой вопрос, ответ? Как называется пластинка для игры на детали? Ага, как называется это? Давай ответ. Мне в руки прям. Еще раз. Медиатр. Абсолютно правильный ответ, конечно же, это не медиатор. Что ты хочешь получить? Ты уже определилась книжку? Нет. Нет? Не определилась? Хорошо, тогда не клади трубку, пообщайся с нашей помощницей. Она тебе список озвучит призов, и ты обязательно выберешь то, что тебе больше по душе. Шесть лет барабанщице, вы сказали. И как она сейчас уже? Каких успехов дадилась? Нет, она начала только-только заниматься. Только-только? Но процесс идет. Просто тот же интернет полон роликами, да? Когда юные барабанщики и барабанщицы вытворяют такие вещи? Мы на самом деле долго не брали совсем маленьких. То есть у нас был ценз 8 лет, 9 лет. Сейчас в качестве эксперимента мы понизили эту планку. До 6? До 6 на данный момент, возможно, будет еще ниже, потому что, ну, есть, скажем так, люди, которые начинают действительно интересоваться инструментом в раннем возрасте. И, естественно, чем более раннем возрасте ты начинаешь интересоваться инструментом, то, скажем так, тем больше у тебя возможностей. Будешь ты заниматься музыкой, не будешь, это второй вопрос. Но у тебя будет возможность достаточно добиться достаточно серьезного уровня. Так. А у вас есть дети от 8 до 12 лет? Есть, конечно. Ходят? Конечно. А на чем они играют? А на всем есть. А, кстати, какие инструменты-то какие? Да. Инструменты, значит, у нас барабаны, бас, гитара, клавишные, что у нас там, вокал, перкуссия есть. А что именно, какие инструменты? Там бонги идут, конга, вот. Что там, ну, шумелки, естественно, шейкер, тамбурин и так далее. Как кахон? Кахон нет. Популярная ныне штука очень. Ну, в принципе, у нас преподаватель может обучить играть и на кахоне, он, в принципе, владеет им. Вот, Дима Троцкий. Значит, ну, все на данный момент, пожалуй. То есть, у нас, в принципе, все основные... Даже орган? Орган только в контексте клавишных. Ну, электроорган. Это тоже хорошо. Сейчас, Полина, продемонстрируйте, пожалуйста, орган, да? Нормально. Вот так вот. Вот так ты точно сможешь, Саша, да? Возможно. У тебя, по-моему, лучше получится еще с гипсом, ты по клавишам, да, отлично. Да, Миша, вот ты сейчас учишься, да, в музыкальной школе, а в будущем как-то, не знаю, создать команду, ну, группу музыкальную. Есть такие мысли, планы, нет? Нет. Нет? А что, закончишь и все? На торговом центре. Ну, чтобы уметь, на всякий случай. У торгового центра на аккордеоне. Диплом, ну, ты забудешь об этом? На всякий случай. На всякий случай. Может быть, пригодится. Ну, я с тобой согласен, конечно. Ну, наверное, все-таки музыкой осознанно можно заниматься. Да. Прямо вот изнутри, что под души, да. Единственное, что мы рекомендуем, это желание именно учащегося, да, то есть не чье-то стороннее. Вот именно желание учащегося. Если будет желание у человека, все получится. У нас закрывается, закрывается, ну, да, закрывается открывается, получается, мы уже добрались практически до 18 часов. До 2018 года. Так, у нас, к сожалению, не было ответа на вопрос, собственно, об авторе, да, композиции. Ну, давайте уж. Боб Дилан. Боб Дилан, конечно, это было. Жалко, что не дозвонились, 10-11-101. Ну, на этом нам пора прощаться. Спасибо большое. Музыку послушали, много нового узнали. Не правда ли, Саша? Да. Ты кем бы хотел? Я. Если будешь впоследствии в какой-то музыкальной группе участвовать, на чем хотел бы играть? Гитара. На гитаре? Прямо вот на лидер гитаре? Да. И в один момент сломать ей. Кого, гитару? Да. А чью-нибудь голову? Давай, скорее всего, об свою. Весело, когда ты бьешь гитарой по голове, она тебе на голову надевается. Давай договоримся о том, что ничего больше никто не будет себе ломать. Хорошо? Хорошо. Разбивай. Ну, я же не сломаю себе. Давай поблагодарим наших гостей. Школа современной музыки. Практически метод радио Текила Бэнта. Олег Шабалин, Полина Прилукова, Данила Бодров и Анна Шамуранова. Я Саша Копылевич, Миша Голиков, меня зовут Владимир Сметанин. Всем хорошего доброго утра. До свидания. Несмотря на такую не слишком хорошую погоду, да? Погода прекрасная. Ветер, тучи. Желаю всем с музыкой по жизни идти, потому что музыка вдохновляет, возбуждает, придает сил, энергии и много чего еще. Всем большое спасибо. Открывашка сегодняшняя закончена. Пока. Детская познавательная программа Открывашка.